Доброе утро, дорогие друзья! Отлично, что вы включили Амурское областное телевидение, а здесь для вас, как всегда, наше утро. И ведем его мы, Влада Сдедонис, Надежда Прохобова. Всем привет! Я искренне надеюсь, что мы подарим вам сегодня хорошее настроение, ну и поделимся хорошими новостями. Абсолютно! Я предлагаю с такой и начать, причем, с очень важной экономической темы. После введения западными странами санкций в отношении России, а мы все это знаем, в стране стал расти спрос на отечественную промышленную продукцию. Наконец-таки! Чтобы предприятия могли оперативно заменить иностранные комплектующие в своем производстве, Минпромторг Российской Федерации запустил сервис импортозамещения. Да, уже более... Слово уже не новое, мы уже давно говорим про импортозамещение. Более 30 амурских компаний работают на этой онлайн-площадке, с помощью нее предприятия смогут быстрее напрямую выходить на производителей промышленной продукции и импортозамещающих товаров, а также размещать свои предложения для потенциальных партнеров по всей России. Ну и сейчас, наверное, самая главная приятная новость такая, обнадеживающая. Только за месяц работы на онлайн-площадке было сформировано 80 тысяч ценовых запросов, а сумма сделок достигла почти 2,5 миллиарда рублей. Импортозамещение в действии, я считаю, что здорово, когда нашим предприятиям, может быть, менее успешным в другом периоде. Вот сейчас есть по-настоящему возможность себя показать, заработать, а самое главное – заработать у нас здесь, в России. Абсолютно точно. Ну а прямо сейчас, после такой хорошей новости, мы перейдем к анонсу нашей сегодняшней программы. В Преамурье побывали автопутешественники из Голландии. Какие еще события происходили в этот день в родные годы, расскажем в рубрике «День в истории». Сегодня в России отмечают День доноров. Доводилось ли вам или вашим родственникам быть донором? Ответы на этот вопрос узнаем из нашей рубрики. Наш гость, режиссер-постановщик Лариса Молчанова расскажет о работе над новым социально значимым спектаклем «Прощай, овраг». День хорошо подходит для общения с родственниками, укрепления семейных связей. Это уже советы астрологов. Гороскоп для каждого знака зодиака во второй части программы. Как в этом году пройдет ежегодная всероссийская акция «Библионочь» узнаем у второго нашего гостя Оксаны Просковой, директора Амурской областной научной библиотеки. И в завершении программы новости соседей Приморья, Хабаровска и Магадана. А прямо сейчас, как обычно, новости. Но через 10 минут мы вас ждем в нашей студии. Дорогие друзья, возвращаемся в нашу студию. Я напоминаю, что для вас работают Надежда Прохунова и Влада Звидонец. Кстати, день сегодня уникальный, поскольку столько событий и важных событий. Такой замечательный праздник, событие. День донора в России. Абсолютно точно. Донорство в России сейчас развивается. И развивается именно волонтерское донорство, если можно так сказать. Семимильными шагами действительно очень многие люди готовы отдавать свою кровь. И действительно очень многие сейчас являются донорами. Но мне хотелось бы сказать про то, что у нас есть стратегический запас всегда донорской крови. Это, кстати говоря, на случай чрезвычайной ситуации от 3 тысяч 5 до 5 тысяч единиц хранения стратегический доз составляет. Это замороженные эритроциты. Они находятся в таком глубоком состоянии заморозки. И вполне их можно использовать. Но вообще, когда случаются различные несчастья или кто-то заболел, всегда ищут доноров подходящих, потому что мы знаем, что не каждая кровь кому-то может подойти. Особенно если это резус-фактор отрицательный или редкий. Но я хочу сказать еще об этом. Редкая кровь. В Благовещенске я абсолютно знаю точно, что огромное количество заслуженных доноров Российской Федерации. Поэтому мы вас, друзья, с этим праздником поздравляем. И поздравляем донорскую службу с этим праздником, потому что сегодня ваш праздник тоже. Классный еще праздник есть, тем более для нашей области, для благовещенцев. Он уже почти как свой, потому что это день китайского языка. Всех носителей, всех людей, которые по-китайски говорят. Мы вас поздравляем. И изучают этот язык, поскольку он один из самых сложных языков в мире. Это один из самых древних языков, известных на планете. И в этом языке используется 80 тысяч иероглифов. Но повседневные используют 5 тысяч. Представляете, есть 80 тысяч, используют 5. То есть, насколько это богатый язык. Абсолютно точно. Совершенно свое мышление тренирующий. Один из сложнейших языков, надо сказать. Ну, и самый, мне кажется, узнаваемый язык в мире. В общем, всех людей, относящихся к китайскому языку, хорошо. Мы вас поздравляем. А еще есть праздник. 366 лет назад, 20 апреля 1656 года, в России взамен серебряных монет появились медики. Медные. А знаешь такую небольшую историческую подоплеку? Почему это случилось? Ну, нечего транжирить серебро. Они не просто транжирили это серебро. Дело в том, что на то время у нас в России не было ни золотых, ни серебряных рудников. И мы все это серебро закупали в других странах. А меди было предоставлено. Смотрите, как история часто бывает повторяется. Да, и было принято решение, очень правильное государственное решение, прекратить вот этот процесс закупки иностранного серебра. Во-первых, начинать разрабатывать свои рудники, а во-вторых, изготавливать монеты из другого, более дешевого материала, но которые бы носили такую же ценность. Я имею в виду такую денежную. А теперь давай перейдем к серебру, к бронзе и золоту. И к золоту. Поскольку 102 года назад мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр. И нужно сказать, что... Наша сборная одна из самых золотых и титулованных. Самая титулованная. Поскольку свое первое международное золото советская сборная по хоккею завоевала в 1954 году на чемпионате мира. И на протяжении 39 лет своего существования она считалась сильнейшей командой в мире. Советские хоккеисты выиграли 22 чемпионата мира из 34. В которых принимали участие и 7 из 9 олимпиад. Олимпиад. Более того, ни с одного чемпионата мира, ни с одной олимпиады они ни разу не вернулись без наград. Вот давайте мы пожелаем всем... Во-первых, поздравим всех хоккеистов с этим праздником. Во-вторых, пожелаем нашим хоккеистам удерживать такую же высокую планку. А может быть даже еще выше. Ты не знала, меня назвали в честь легендарного и бессменного вратаря советской сборной Владислава Третьяка. Тогда я тебя поздравляю. Потому что это и твой праздник тоже. Это точно. А вообще сегодня еще есть такой интересный праздник. День поиска смысла жизни. Ну, наверное, не праздник, а просто... Интересный. Некоторые люди, мне кажется, ищут смысл жизни каждый день. Поэтому мы сегодня поздравляем с этим праздником всех. Сегодня, кстати, не просто так день, а день международный, день климатической фантастики. Давайте пересмотрим сегодня все фильмы-катастрофы, которые связаны с климатом, с изменениями вот чего-то. Помните фильм «Послезавтра», когда все замерзло? Или фильм «2012», когда там и замерзло, и утонуло? А вообще, кстати... Будем надеяться, что у нас не будет климатической фантастики никакой. Абсолютно никакой. Только потепление и скорейший приходит лето. И весна. А если приходит лето, то хочется сразу какого-то карнавала. Тем более сегодня карнавал Рио в Бразилии. Поэтому, друзья мои, открывайте свой шкаф, надевайте свои перья и выходите на улицу плясать. Ну, еще будет, правда, достаточно холодно. Давайте мы вспомним, какие интересные события происходили в этот день в нашей области в разные годы. На трассе Благовещенск-Белогорск сгорел автобус областного театра «Кукол». Шесть актеров возвращались с гастролей. Водитель вовремя заметил пожар. Всех пассажиров и багаж успели эвакуировать в безопасное место. Из-за сильного ветра автобус сгорел за считанные минуты. Никто не пострадал. В 2013-м Благовещенские доноры собрали около 70 литров крови. В акции, приуроченной ко Всемирному дню донора, приняли участие более 100 человек. Каждый сдал по 450 миллиграммов. Почти 100 горожан измерили уровень сахара в крови. 70 – свое артериальное давление. Самолеты и вертолеты сбросили на полыхающие районы 840 тонн воды. Кстати, палы фиксировали и во всех районах области. Для тушения огня привлекали авиацию МЧС. Только за сутки пожарные выезжали ликвидировать палы 44 раза. В тушении принимали участие более 200 человек и 60 единиц техники. Четыре года назад в Приамурье проходил областной этап всероссийских соревнований по хоккею «Добрый лед». На региональных соревнованиях выступали четыре команды. Амур-Уголь, Райчихинск. Союз, Свободный. Форвард и Форвард 2006 из Благовещенска. Звездой соревнований стала Александра Нестерова, которая уже шестой раз играла в команде мальчиков. Хоккеистка эффектно забила шайбу в ворота соперников из Райчихинска. При Амурье побывали автопутешественники из Голландии. Они путешествовали по миру на джипе. До приезда в Россию семейная пара объехала всю Европу, Африку, Южную Америку и Азию. О своих поездках иностранцы рассказывали на специально созданном сайте. Они также делились, какие вещи им требуются в дороге, а от каких стоит отказаться, отправляясь в дальний путь. Дорогие наши телезрители, мы вам еще раз хотим напомнить, что сегодня День доноров в России. И именно на эту тему мы сейчас немножко с ладосом обсуждаем. Да, этот ежегодный праздник посвящен людям, которые сдают свою кровь, спасая жизни другим. И вот доводилось ли вам или вашим родственникам быть донором с таким вопросом к жителям при Амурье, обратился наш корреспондент Анастасия Слесарева. Давайте посмотрим ответы. Ну, донорам не приходилось, не было как-то предложений. Но как-то, помню, еще в молодости мы ходили, сдавали кровь. А так, чтобы конкретно идти там, быть донором, нет, не приходилось. Нет, муж мой был донором. У него редкая группа была, Царство Небесное. Он был там, стоял на учете, он ходил, отдавал кровь однозначно. А вы сами? Я нет, а у меня я не подлежу. Ну, я как в детстве переболела этим. Желтуха, или как ее звали там. Ну, это в самом, поэтому нет. А муж однозначно ходил, все делал. Благое дело делал, у него и документы были, и льготы были. Да, когда работала, да, но недолго. Так часто? Ну, как часто, года три, а потом уже и все. Ну, почему, почему не знать? Людям надо, значит, пожалуйста. А нам, как говорится, и шоколадку дадут, и день отдохнуть дадут. Было хорошо, нормально. Донором в молодые годы, да. Ну, когда по необходимости предлагали, не отказывался. А так, конкретно донором я не был. А так сдавал кровь. Довольно-таки, ну, не так уж много, конечно, за жизнь. Ну, раз в 15-20 сдавал. Ни разу такого не доводилось, и даже не знаю, как можно в этом поучаствовать. Ну, если потребуется, я с радостью могу помочь. Радует нас погода теплом. У меня есть, знаешь, Лада, такая небольшая, своя личная, ну, приметы, если можно так тоже сказать. Обычно, если перед Пасхой тепло, нету дождя, и вот так хорошо на улице, на Пасху обязательно пойдет либо дождь, либо даже снег бывалый такой. И меня всегда это очень радовало. Ну, я хочу тебе сказать, что в силу того, что я вчера помыл машину, сегодня будет дождь. Давай мы узнаем, все-таки наши приметы работают или нет, лучше всего у специалистов и профессионалов. Сейчас прогноз погоды. Артисты театральной студии «Малая сцена» готовят для мурчан новый спектакль «Прощай, овраг» по мотивам повести Константина Сергеенко. Необычное решение, затронута социальная тема, гуманное отношение к животным. И сегодня в нашей студии режиссер-постановщик, руководитель театральной студии УКЦ «Малая сцена», педагог по актерскому мастерству Лариса Молчанова. Лариса, доброе утро. Доброе утро, Лариса. Расскажите, пожалуйста, про ваш этот проект, что это будет, постановка о чем, кто главные герои и какая основная мысль, которую бы вы хотели донести до зрителя? Спектакль очень, я думаю, что будет пользоваться спросом и не только в первый день премьеры. Социальная тема защиты животных очень актуальна, ну и вообще в любое время. Животные на улице, и мы это все наблюдаем. И воспитание детей в плане гуманности и гуманного отношения к животным – это, конечно, задача любого педагога, и не только в культурной сфере. Выбор спектакля был не случайным, потому что ребята до этого готовили много сказочных спектаклей, играли лягушек, принцесс, цветочки, бабочки. Перевоплощались, да, сказочная тематика. И было такое желание что-то серьезное сделать, быть уже актерами как по-настоящему, как драматические актеры. И пришла такая идея взять этот спектакль. А вы расскажите о чем он, чтобы зрителям было понятно, что они там тоже будут играть животных? Не все, да, мы сохраним тайну. Конечно, пьеса, по которой я писала сценарий, она претерпела небольшие изменения. Мы ее адаптировали под наш состав, и главный герой у нас – девочка. Это стая собак, которая живет во враге и возглавляет ее черная. Такая собака, которая следит за порядком в этой стае. В этой стае живут малыши, собаки с разными историями, кого-то бросили хозяева, кто-то сам прибился. В общем, непростая жизнь собачьей стаи в этом овраге, как раз и есть идея этого спектакля. У Константина Сергеенко финал очень грустный, печальный. Кто не прочитал, обязательно прочитайте. Это произведение стоит того. Для детей оно тоже… Да, финал я изменила, потому что все-таки идея того, что каждое животное должно найти своего хозяина, это была главная мысль моего спектакля. И в конце у нас все будет хорошо. Каждая собачка найдет своего хозяина. За это мы и болеем, за это мы и переносим на нашей сцене. Можно со скольки лет привести своих детей, зрителей, чтобы они поняли правильно и смогли вести себя, да, наверное? Им было бы интересно то, что происходит на сцене. Спектакль рассчитан на детей 6+, ограничение по возрасту до 6 лет. Но уже с 6 лет, я думаю, что всем ребятам будет все совершенно понятно. Спектакль насыщен песнями героев главных, танцами. Мы ввели туда целый отряд кошек бездомных и домашних, которые… Настоящих. Ну, герои наши дети играют этих кошек, которые периодически попадают в этот овраг, приходят и нервируют собак, которые, в принципе, не дружат с кошками. Вот есть кошка, одна из героинь, которая дружит с собаками, и она дает очень умные мысли. Я думаю, что вот для детишек подача нашего спектакля будет более яркая и, ну, понятная. Когда? 15 мая. 15 мая в Малом зале ОКЦ, 16.00, билеты еще есть в продаже, совсем мало осталось. Вот, пользуется спросом для школьников, мы предлагали билеты, да, у нас есть классами, которые идут, ребята. Вот, и 15 мая мы готовы дать премьеру этого спектакля. Этот спектакль не одноразовый, мы его будем повторять и обновлять. И в проекте, я думаю, что совместить с какой-то акцией по пристройству животных в нашем городе. Такая акция уже была? Была, да, на площади ОКЦ проводилась такая акция. Мы хотим эту идею развить и расширить. Уже есть налажена связь с приютами, которые у нас в городе. Как раз хотелось спросить, вот как-то вы сообщества, те, которые занимаются как раз передержками собак, вот их, и кошек, да, вообще животных бездомных, вы как-то с ними связались, пригласили на этот спектакль? Пока нет. Нет? К сожалению, пока нет. Есть такая возможность пригласить всех любителей животных, поддержать артистов, которые поддерживают вот такое движение, да, гуманное отношение. Но они знают о нашем проекте, потому что очень много вопросов, которые нужны были в качестве консультации, я задавала именно руководителям общественных приютов официальных наших, которые... А у меня еще такой вопрос, а вот сколько актеров и какого возраста вовлечены вот... В спектакле принимает участие весь состав нашей студии, это дети от 6 до 16 лет, 30 человек, участники спектакля. На сцене будут все 30 человек задействованы в разных ролях. Стая собачья из 15 человек состоит, ну и остальные кошки, кошки, которые досаждают собакам и готовят небольшие сюрпризы в качестве номеров творческих. Ну а вообще вот в моменте обучения актерскому искусству вы часто используете или поднимаете вот эту тему, тему гуманного отношения к животным? В актерском мастерстве, да, есть такое направление, как этюды, и этюды могут быть разными. То есть мы играем не только людей или предметы, пытаемся с детьми их показать. Ну и, конечно же, животные занимают очень большую часть в этих этюдах. И показать собаку, это кажется легко. Это классика, да, наверное? Да, но это очень сложно. Собака бывает разная, разный характер, разное у нее настроение. И, конечно, кошки-собаки – это в первую очередь та тема, на которой мы работаем с детьми в этюдах. Вы какие-то метаморфозы в детях увидели, когда готовили этот спектакль? Вот как-то они сами поменяли свои отношения? Да, я думаю, что вот главная героиня как раз откроется для всех зрителей с другой стороны. Раньше она играла все время принцесса, она очень девочка высокая, очень добрая. Но в этой роли она будет очень жестким лидером и вожаком стаи. То есть по… Такой актерский, немножко другая грань, да, такого таланта актерского. Да, и для нее это было очень непривычно, но она вот на репетициях показывает уже новые свои грани. И для меня, и для зрителей откроется с новой стороны. Это будет открытие этого года. Это великолепно. Как здорово. Мне теперь захотелось не только посмотреть эту постановку, но и прочитать книгу Сергея Янко. Советую. Это очень классно. Изначально, да, я прочитала книгу, и тема эта зацепила меня. Это произведение поставлено уже многими театрами. И в городе Благовещенске в кукольном театре я изучала историю показа спектаклей. И в Благовещенске уже этот спектакль был в кукольном варианте. Но каждый режиссер видит этот спектакль по-своему. Конечно, тут можно же по-своему какую-то мысль даже принести. Да, и естественно, этот спектакль будет отличаться от того, что уже было на других сценах. Тем более, мне кажется, когда дети играют, это же совершенно другая энергетика, а взрослые на сцене нет. 15 мая, 16.00, Малый зал ОКЦ, не пропустите. Спасибо огромное, Лариса. А мы вам желаем удачной премьеры. Спасибо большое. Все прошло хорошо. Однозначно. Будем держать кулачки. Друзья, давайте прервемся буквально на 10 минут, дабы узнать самые свежие новости Амбургской области, после чего встречаемся в студии «Нашего утра». Дорогие друзья, огромное спасибо всем, кто остался или до сих пор вместе с нами, начинает это утро. Я напоминаю, что в студии для вас работает Владос Дедонис, Надежда Пархунова. Знаешь, почему до сих пор остались? Почему? Ну, потому что все ждут гороскопа всегда после власти. А что ты хотел мне сейчас сказать? Я вот просто представил, если бы я был астрологом, я бы, знаешь, как гороскоп составлял? Так. Так, овны, козероги, львы и раки, все будет нормально. И все, и этого достаточно. Ничего не понятно, не интересно, а главное, неправильно. Потому что у каждого знака зодиака будут свои особенности, а вот общие какие-то тенденции сегодняшнего дня заключаются в том, что день, в принципе, сегодня хороший. Как я и сказал. Да, вы решите какие-то проблемы, которые у вас были до этого, назревшие вопросы, которые до этого тоже не могли решить или рассмотреть. Неконфликтный сегодня день. Да, ну, слава богу. Неконфликтный день. День хорошо подходит для общения с родственниками, укрепления семейных связей, и удастся решить проблемы, которые в последнее время вас особенно тревожили. А вот теперь уже подробнее можно узнать для каждого знака зодиака гороскоп. Оставайтесь, послушайте. Может быть, вам там еще что-то посоветовать. А потом сразу на работу. Овны, сегодня вам не придется отвечать на критические замечания. Просто вас никто не станет критиковать. Всякое ваше действие будет воспринято как должное. Тельцы, вы будете обладателем весьма высокого творческого потенциала. Однако следует помнить, что это занятие будет стоить вам громадного напряжения. Близнецы, сегодня у вас возможно новое знакомство, которое перерастет в крепкую дружбу. Раки, пытаясь разобраться в мыслях, вы рискуете заняться самокопанием. Это иногда полезно, но времени и душевных сил потрачено будет достаточно. Львы, вы будете тем костром, у которого приятно греть уставшие организмы. Однако количество обогреваемых организмов необходимо регулировать. Девы, не отмахивайтесь от комплиментов. Вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе, заслужите и больших. Правда, рискуете утомиться. Весы, при желании сегодня вы смогли бы услышать и понять язык животных и растений. Ваши чувства будут обострены, и их придется тщательно оберегать. Скорпионы, если вы спорщик, то это ваш день. Даже если вы ошибаетесь во всем, этого никто не заметит. Стрельцы, сегодняшний день принесет вам отдохновение от забот и неприятностей. Правда, ненадолго, ведь без них тоже скучно. Козероги, ваши ожидания должны оправдаться. Только не стоит уступать неблагоразумным требованиям. Взаимные обязательства позволят чувствовать себя увереннее. Водолей, сегодня сейте разумное, доброе, вечное. Этим, конечно, хорошо бы заниматься ежедневно, но есть опасность сойти на нет самому. Рыбы, процесс принятия важного решения, приятен сам по себе. Однако, сколь бы сильно он вам не нравился, его все-таки придется окончить. Иначе решение так и останется непринятым. Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» вновь пройдет в Благовещенске. 22 апреля участников ждет насыщеннейшая программа, творческие мастер-классы, выставки, викторины, книжная ярмарка, квест. В общем, обо всем более подробно нам расскажет директор Амурской областной научной библиотеки Оксана Праскова. Оксана, доброе утро. Доброе утро, Оксана. Доброе утро всем. По-настоящему доброе, потому что «Библионочь» у нас в этом году пройдет не онлайн, как это было последние два года, а оффлайн. Расскажите, что самое интересное будет. Все соскучились друг по другу. Все соскучились. Да, и участники со всех сторон. Хочу сказать, что у нас две площадки в этом году. Ленина 139, Амурская областная научная библиотека ждет с 17 часов на «Библионочь». И еще одна площадка – это переулок «Южный-2». Это центр библиотечного обслуживания для незрячих и слабовидящих. Там программа начнется с обеда. И на Ленина 139, и переулок «Южный-2» будет интересно всем. И маленьким, и взрослым можно приходить с семьями, коллегами, друзьями, как угодно. Что будет в программе? Расскажите. Потому что понятно, что это будет не сама ночь, где-то с пяти часов, правильно? Вот если мы берем Ленина 139, центральную областную. Мы в этом году сместились на один час, исходя из запросов наших посетителей. Потому что все-таки более вечернее время, позднее уже люди убегают, потому что нужно успеть на автобус, до дома добраться. Поэтому мы сместили это активное время и начинаем с 17 часов. Более 50 площадок на Ленина 139 вас ждут, и почти 30, переулок «Южный-2». Что это будет? Какие викторины? Какие конкурсы? Вы знаете, у нас есть традиционные участники наши и площадки, а есть которые новые. Из традиционных, я хочу сказать, что это, конечно, наши выставки, это наши викторины. Но есть еще и, например, зачетная «Библия-ночь». Это командная игра, которая тоже у нас ежегодная, но она каждый год имеет новое наполнение. Есть традиционные, есть новые участники. Если, например, наш военно-патриотический клуб «Мотопатриот» взять, они расскажут о вооружении времен Великой Отечественной войны, то в этом году еще присоединяется музей. Это автобус, который будет стоять непосредственно перед библиотекой, и его можно будет посетить тоже. То есть мы выходим уже за рамки библиотеки. Есть, конечно, традиционные, любимые нашими посетителями. Это экскурсии в наши тайны. Это в книгохранении. И здесь еще мы добавляем новое. Это изготовление мраморной бумаги. Научат. Мастер-класс. Мастер-класс. То, что касается, конечно, всех площадок, самое главное, хочу обратить внимание, что это все бесплатно. Единственное, что будет вход свободный. Некоторые мастер-классы, там, где мастера используют какие-то расходные материалы, они будут платные для того, чтобы компенсировать мастеру эти затраты. Не более того. Спектакль в этом году. Новый у нас партнер. Это городской дом культуры. Это будет спектакль. У нас показан. Встретимся на Амуре. Или Нина. Образцовая театральная студия «Этюд». Руководитель Екатерина Набока. Ну, кстати говоря, прославленный спектакль. Они уже его и показывали, и зритель знает его. А вот расскажите, что вы такое держите, и что вы читаете. Целая программка, где можно с ней ознакомиться. Да, конечно. Это вот непростой листик. Он очень-очень плотно заполнен. Наши программки, где они расположены, непосредственно у нас в библиотеке можно прийти и взять. Выбрать для себя наиболее интересное направление или мероприятие. Конечно. Я думаю, что все направления интересные. Все направления, но не разорвешься, потому что все идет параллельно. Я сказала. Наиболее интересное. Где можно взять? У нас на сайте опубликована программа. В наших соцсетях опубликована программа. Мы доступны для всех. Можете написать, хотим программу, мы вам пришлем. Какие-то онлайн у вас остаются направления для тех, кто не сможет, например, посетить. Из дома бы хотели бы в этом принять участие. Ну, конечно. Это в основном, конечно, викторины. Это выставки, которые можно посмотреть онлайн. Но из практики хочу сказать, что живое участие ничего не заменит. И, естественно, когда люди приходят, им нравится поиграть. А хочется не просто поиграть и унести с собой хорошее настроение. Хочется унести еще призы. Книги какие-то интересные. Как их получить, эти призы? Это наша библиовалюта, библиорубль. То есть при участии в наших викторинах можно что заработать за активное участие? Это библиорубли. И на них можно покупать или приобретать наши сувениры. Их купить за рубли невозможно. Только за библиорубли. Только интеллектуальным трудом, только активным участием и творчеством. А розыгрыш счастливого читательского билета. Вот, у нас уже наш барабан там хорошо так активно заполнен анкетками. Можно еще прийти в библиотеку, заполнить анкету для розыгрыша счастливого читательского билета. И мы библионочь заканчиваем розыгрышем. И пять счастливчиков получат замечательные призы. Кроме этого, победители акции «Зачетная библионочь» тоже получат призы. Это будут фантастические вкусные призы. Вкусные-вкусные. И так, Влад, идем с тобой на библию ночью. Конечно, библиотека без книг. Как? Никак. Поэтому большой остров книжной торговли, где можно будет купить наши амурские книги, наших амурских авторов. А вот теперь давайте еще раз напомним. 22 апреля. Это пятница. В 17 часов приходим в научную библиотеку и проводим удивительный вечер. До скольки все это пройдет? Может в 7 может кто-то прийти, может в 8. До 9 вечера. Да. До 9 вечера мы играем во все на свете. И хочу еще обратить ваше внимание на то, что можно приходить в разное время и принимать участие, где вы хотите. Запись на экскурсии по времени. Просто прийти посмотреть, да? Просто полюбоваться. Кто-то постесняется. Это на самом деле чистая правда, поскольку если вам, дорогие друзья, еще не довелось побывать в обновленной библиотеке, вы даже просто прогуляться по ней придите и вы будете невероятно удивлены. А теперь для тех, у кого есть дети, со скольки лет можно и будет интересно привезти своих детей, чтобы и они были заинтересованы, и взрослым было интересно. Да с 6 лет. С 6 уже можно, да? Для всех мы найдем занятия и интересности. Обращаю внимание на то, что вы попадете в те уголки, которые обычно для читателей недоступны. Это вот, конечно, особенность Библионочья. Мы распахиваем наши двери, показываем наши тайны. А еще, конечно, хочу сказать о том, что мастер-классы, они в основном, большая часть, их бесплатные. Год сохранения культурного наследия. В этом году особенность такая, что у нас будет работать очень много мастеров. И за это мы спасибо благодарим нашим партнерам. И, как правило, такие знания просто так нигде не получишь. А здесь будет уникальная возможность научиться и пообщаться с этим мастером. И самостоятельно это сделать. Ну и какая же библиотека и Библионочь без писателей, без авторов? Конечно, будет площадка, где вы услышите и наших авторов, и в исполнении. И нам, конечно, мы благодарим и Амурскую областную филармонию, которая нам все время помогает и тоже становится участником в этом году. Областной дом народного творчества. Огромное спасибо. Там будет и перформанс эвенкийской культуры. Это удивительная вещь. Обязательно не пропустите. И, конечно, Амурское крузное казачье общество. Экскурсия Амурское казачество. Куда же без него? Там и фланкировка. Я даже не представляю. Там и попахи. Небольшое пространство, немного времени. И столько всего интересного, дорогие наши зрители. И, конечно, Кванториум-28. Мы пригласили и в этом году. Потому что все желающие в прошлом году не смогли попасть. Настолько это востребованные площадки. Квантумы открыты для всех. Бесплатно. Спасибо огромное. Потому что вы рассказали нам. Конечно, идем. Спасибо большое. Берем детей. Спасибо огромное. Друзья мои, мы всех приглашаем. Не пропустите это уникальное ежегодное событие. Спасибо вам огромное. И до новых встреч. Друзья, внимание. На Камчатке прошел форум аккордеонистов. Преподаватель Невосточного института искусств провел для участников музыкальный вебинар. А в Магадане появится новый современный кинозал. Что он им будет показывать? В нем будут, кстати говоря, показывать не только фильмы, но и организовывать кинопоказы, проводить развлекательные культурные мероприятия. Ну а какие еще события происходили у наших дальневосточных соседей, расскажем в нашей традиционной рубрике. Жители Хабаровска готовятся ко всероссийскому забегу, который пройдет в конце мая. Полумарафон стартует одновременно в 85 городах нашей страны. Так бегуны из Хабаровска и Москвы начнут движение в одну и ту же секунду. Когда полумарафон подойдет к концу, судьи выберут боговую столицу страны. Результаты городов будут сравнивать по трем основным показателям. Средний километраж, средняя скорость всех участников, а также процентное соотношение бежавших к населению города. В парке Южно-Сахалинска в начале мая запустят светомузыкальный фонтан. Это событие даст официальный старт летнему сезону в работе городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Уже активно готовят зеленую зону. Проводят ремонт и покраску ограждений, урн, архитектурных форум. На аллеях выставляют лавочки. К концу апреля планируют запуск аттракционов. По Владивостоке в центр «Тигр» привезли шестого медвежонка, оставшегося без мамы. Нового подопечного в Центр спасения диких животных под Алексеевкой доставили с партизанского района. Не сообщается, почему он остался один в дикой природе, однако известно, что самостоятельно малыш пока не сможет выжить в тайге. Теперь в Центре выхаживают уже шестерых маленьких медведей. Два первых в этом сезоне гималайских медвежонка попали в руки специалистов в начале марта. Малышей доставили из Пожарского района. В лесу, где находилась берлога, велись лесозакопительные работы. В середине месяца из партизанского района привезли третьего гималайского медвежонка. Детенышу на тот момент было всего полтора месяца. Позже правительство Приморского края рассказало о том, что специалистами лесхоза спасли еще двух медвежат, оставшихся без родительской опеки. Они прибыли из Пасского района. Новый мост через реку Магаданку может быть завершен до конца этого года. Его длина должна составить не менее 70 метров. Мост появится на месте нынешнего недостроя по улице Ягодной и положит начало будущей магистральной автодороге через Гороховое поле. Дорожное сооружение играет ключевую роль. Предполагается, что дорога от улицы Ягодной до Кольцевой развязки станет основой уличнодорожной сети будущего микрорайона. На экваторе недели мы, Надежда Пархунова и Влада Зидонев, желаем вам отличного настроения на весь этот день и на остаток недели. Наша программа подошла к концу, но впереди вас ждут еще интересные сюжеты, передачи и гости на Амурском областном телевидении. Ну а мы с вами прощаемся, желаем вам хорошего дня. Пока-пока. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин